Я тоже успел просмотреть, на чем остановились. Значит, мы будем сейчас продолжать в начале этой лекции. Надеюсь, достаточно быстро справимся. Обсуждение нашей основной задачи классификации, то есть классификации кривых над фиксированным полем в чисто алгебраическом контексте. Ну, сейчас очередной раз попробуем, что у нас все работает. То есть, вот я запускаю, надеюсь, share screen, надеюсь, правильно. Да, белую доску вы видите, да? Оба. Так, только, значит, вот я буду стараться видеть. Вот, я вижу всех. Присутствующих. Вот управляющий переместил плашку и готов. Все видят? Все видят, да? Значит, давайте начнем. Начнем с того, что я напомню. Главное обозначение, давайте, напомню, чуть-чуть нестандартной форме. Скажу, значит, наша основная буква всегда сохраняется, основное поле. И скажем, что обычно это поле алгебраически замкнуто. И я напомню, наш категорный контекст. Значит, мы рассматриваем категорию расширений основного поля. Так вот, ее записываем. Каллиграфическое, значит, чуть-чуть напоминания. Пожалуйста, прерывайте меня, если я говорю что-то вам совсем хорошо известное. Значит, каллиграфическими буквами мы обозначаем основные категории. В соответствии с моим местонахождением Израилем, в некоторых случаях просто опускаются гласные филды. Да, вот в частности, ФЛД – это категория полей. Но здесь использовано общекатегорное обозначение категории над объектом. То есть объекты этой категории – это просто поля над К, то есть над основным полем. То есть такие, что из них имеется морфизм. То есть мы рассматриваем такие поля, что в них фиксирован морфизм из основного поля в них. Это хорошо известная вещь, прерываю, как вы просили. Да, хорошо. Значит, тем самым мы напоминаем, что мы считаем, что вложение уже есть. И мы рассматриваем то, что иногда называют над полями. Вот это огромная такая категория. И в ней мы рассматриваем под категорию. Давайте я перейду к другому цвету. И скажу, что за пределы этой меньшей категории мы выходить, по-видимому, в этом курсе никогда не будем. Но вот я использую такую специфическую синтаксис, когда свойства объектов мы помещаем в квадратные скобки. Вот в квадратных скобках я пишу fin.gen, точка незаметно, да, fin.genfinately generated. Вот, и все наши поля будут расположены здесь. Ну, и здесь я, наверное, не погрешу ни против какого правила, если скажу, что мы будем стараться использовать такое стандартное обозначение. То, что я сейчас пишу, не имеет точного математического смысла, как, ну, если бы мы сказали, что мы изучаем функции действительного переменного, и переменные обычно будем обозначать x, или функции комплексной переменной, и обычно комплексную переменную обозначаем z. Вот k – это буква, которой я устно напомню, что мы так будем говорить об этих полях, как о функциональных полях. И наше следующее основное определение – это степень трансцендентности. Значит, вот мы определяем, так она и обозначается, степень трансцендентности обязательно «над чем», «над чем», «от» поля. Давайте здесь не поскупимся поставить скобки, хотя их часто не оставят. Вот у каждого уж точно, конечно, порожденного поля есть степень трансцендентности. Это натуральное число. Мы дадим его определение чуть-чуть в нестандартной форме. Давайте я все-таки устно проговорю, что это определение аналогично определению размерности векторного пространства. Мы рассматриваем k – алгебры, где k – основное поле, то есть тем самым они одновременно векторные пространства и кульца, и на самом деле поля. Размерность векторного пространства определяется как максимально возможное количество линейно-независимых элементов. Я очередной раз сказал то, что все слушатели, конечно, знают. Но с немножко более такой логической точки зрения, мы можем сказать, что базис векторного пространства, я прошу прощения, Вуртислав вообще это все, кажется, преподает, но тем более я опираюсь на то, что прекрасно слушателям известно, в смысле аналогии. С такой чисто синтаксической точки зрения, базис – это такой набор векторов, что между ними не существует нетривиального соотношения. Давайте я просто вместо слов «линейная зависимость» скажу слова нетривиального соотношения. Когда в соотношении используются все структуры, которые имелись бы, если бы на функциональных полях была только структура векторного пространства. Там есть еще одна структура – кольцевая. И вот в нетривиальное соотношение мы добавляем соотношения алгебраические, то есть такие, что в них входит умножение элементов поля. Это присказка, а теперь нестандартная. По аналогии с этим я дам нестандартное определение в терминах не того, чему степень трансцендентности равна, а мы скажем, что степень трансцендентности не превосходит натурального числа n – неравенство означает, что любые n плюс 1 элементы, вот тут нам надо внимательно с буквами работать. Любые n плюс 1 элементы функционального поля связаны нетривиальным алгебраическим соотношением. Это не так легко записать, то есть существует многочленное… Давайте я все-таки буду использовать шрифты какие-нибудь, что ли. То есть вот х-маленькими нам все-таки удобно будет обозначать функции по причинам, которые мы уже обсуждали, или чаще это будут всякие х маленькие, у маленькие и так далее. Значит, я сейчас мучаюсь с тем, чтобы написать то, что между ними существует нетривиальное, то есть, иначе говоря, полиномиальное соотношение с помощью ненулевого полинома. Но переназовите их просто не х-ами, а какими-нибудь буквами А, х-ы. Дело в том, что эта самая процедура подстановки одних букв вместо других очень плохо определена. Поэтому я не хочу с ней мучиться, а хочу сказать, что существует многочлен от… Ну, давайте, поскольку мы раз в жизни даем это определение, то давайте просто родственные греческие буквы приведем, и больше таким образом мучиться не будем. Значит, есть более громоздкие определения степени трансцендентности. Но поскольку речь идет об очень простых вещах, то давайте просто зафиксируем для себя. Тем более, что нас в нашем курсе будут на самом деле интересовать исключительно расширение степени трансцендентности 1, где все будет еще проще. Так что, значит, сделаем с собой небольшое насилие. Нетривиальное, значит, ненулевое просто. Существует ненулевой многочлен, такой что f. Ну и давайте уж напишем нетривиальное соотношение. Значит, вот у нас кси – это у нас переменные, и когда мы подставим вместо кси 1 элемент поля х1, все-таки элементы полей мы умеем подставлять в многочлен, собственно говоря, класса с 8-го школы. Да, равно хн плюс 1. Вот это вот нетривиальное соотношение, оно равно нулю. Вот. Значит, давайте его даже и продублируем. Но очевидным образом задается определение того, чему степень трансцендентности равна. То есть, это, конечно, максимальное такое, максимальное n, для которого это неравенство выполняется. Но давайте еще отдельно напишем, что значит, что степень трансцендентности… Давайте важный как-нибудь отметим. Просто я напишу главное для нас определение, что степень трансцендентности функционального поля k равна 1, тогда и только тогда. И тут мы обозначение немножко сменим. Хотя, значит, у нас та же самая трудность. Но мы так скажем, что для любых… Теперь будем тоже буквы брать соответствующие из греческого алфавита. Любые два элемента из k… Ой, простите, пожалуйста. Любые два для настоящих элементов. Функционального поля, то есть настоящих функций. Мы будем брать естественные буквы. Любые два элемента из k связаны алгебраическим соотношением. То есть, существует ненулевой элемент из k. Теперь напишем от двух переменных кси. Это есть такое соответствие между латинскими и греческими буквами. Ненулевой элемент этого кольца. Такое что… И здесь тоже такое что… Когда мы подставим вместо буквы кси, подставим элемент поля х, а вместо это подставим элемент поля у, то получится ноль. Вот наше главное определение. И теперь мы можем… Я, наверное, словами этого не буду писать, но мы можем сформулировать наивно цель курса. Или, скорее, даже предмет курса. Хотя, пожалуй, она заслуживает того, чтобы быть написана. Значит, наша основная цель – классификация. Довольно редко, я думаю, мало в каких областях математики основная проблема может быть сформулирована в таким сравнительно коротким текстом. Значит, еще раз мы обсуждаем с вами классификацию расширений… Нет, прошу прощения. Конечно порожденных расширений фиксированного поля степени трансцендентности единицы. Кстати, то, что написано, не совсем правда. Надо еще сказать, потому что оно не алгебраическое. Ой, ой, ой. Да, спасибо. Сюда мы это не сказали. Да, что она могла бы быть ноль. Спасибо, Владислав. Значит, давайте еще припишем в эту же рамочку. Значит, существует трансцендентный элемент. Ну, давайте в том же стиле напишем. Существует такой. Значит, скажем, что такое трансцендентный элемент. Трансцендентный. Существует элемент К, такой, что любой, для любого многочлена уже, сейчас, одной переменной, да? Да, для любого многочлена одной переменной, в сегодняшних обозначениях от буквы КСИ. Значит, если F при подстановке вместо буквы КСИ элемента поля КСИ Х окажется ноль, как, например, корень из двух можно подставить в соответствующий многочлен, то этот многочлен равен нулю. Обращаю внимание тоже на вот эти тонкости, обозначенческие тонкости. Значит, вот это равенство нулю. Ну, я уже приопытно в трубе не пишу. Можно было бы сюда приписать, что это ноль. Это не ноль числа, а нулевой многочлен. Только, значит, х может быть корнем только нулевого многочлена с коэффициентами из основного поля. Вот как определяется трансцендентность. Еще раз спасибо, Владислав, без этого дополнения определение было бы неправильным. Теперь, значит, два замечания к задаче классификации. Ну, давайте действительно классификацию скажем с точностью до чего и запишем это в стандартных для теории полей обозначениях. Классификация производится с точностью до вот такого изоморфизма, значит, как обычно. Мы иногда будем пользоваться стандартными обозначениями, иногда нет. Ну, вот так в теории полей обозначают тот факт, что К красивое – это расширение К основного. И вот изоморфизмы полей, разумеется, в категории полей, рассматривается в категории полей над К ажурным, я, наверное, его буду читать. Вот, то есть мы рассматриваем классификацию наших полей с точностью до таких изоморфизмов. Кажется, в прошлый раз мы говорили о теоретике множественных границ этой классификации. Мы сейчас очень быстро убедимся, что такие поля образуют умеренную категорию. То есть результаты этой классификации образуют множество. Эти множества мы в самом ближайшем времени обозначим. После чего окажется, что я не в состоянии ответить на вопрос. Эта задача классификации решена или нет. Оказывается, что это очень тонкий вопрос. В определенном смысле – да. То есть мы снабдим соответствующее множество классов изоморфизмов. Вполне определенной структурой договоримся. И в какой категории эти множества лежат? Ну, на самом деле, в той же категории, с которой мы сейчас работаем. В категории тесно связанные с категорией, конечно, порожденных расширений основного поля. Но вот постепенно окажется, что имеются очень значительные тонкости в том ответе, который мы можем получить на наивный вопрос. И наше первое замечание, как оказалось, я могу сформулировать только устно. И, значит, на всякий случай, я, прошу прощения, не совсем уверен, но мне кажется, что я в конце той лекции не приводил, но, наверное, только обещал соотношение между двумя понятиями, которые мы ввели – конечной степени трансцендентности и конечной порожденности. По-моему, в доске было написано это, но давайте я не буду бояться еще раз это сказать. Значит, мы рассмотрели два свойства расширений полей. Для… Ну, тут у нас есть уже фиксированное обозначение – конечная порожденность. Значит, из конечной порожденности, конечно, следует, я хочу это считать более-менее очевидным, следует свойство иметь конечную степень трансцендентности. Давайте мы аргументы здесь писать не будем. Мы говорим о свойствах вот этого переменного поля из этой категории. Степень трансцендентности тоже конечна. Я надеюсь, что слушателям очевидно, пожалуйста, возразите мне, если это не так, что, значит, если функциональное поле порождено каким-то количеством элементов, то уж его степень трансцендентности просто не превосходит этого количества. Ну, это понятно. Это же просто тогда поле – это будет фактор многочленов к какому-то делу. Совершенно справедливо. Вот, а обратная импликация не верна. И сейчас мы приведем простой пример. Пример давайте написан тоже красным, наверное. Пусть у нас основное поле, просто поле рациональных чисел. Нет, плохое поле. Давайте ближе к нашей геометрии. Давайте даже, пусть оно будет даже и алгебраически замкнутым. То есть, и сразу мы немножко поговорим о соответствующей геометрии. Вот, давайте это будет поле рациональных функций переменной Z. Вот, и надо о его расширениях мы будем учиться думать как о накрытиях. Прямо давайте раз в жизни изобразим комплексную плоскость переменной Z. Но тогда мне трудно будет изобразить то, что над ней. Вот я изображаю символически. Вот, а K у нас, давайте, будет... Ой, прошу прощения, прошу прощения. Значит, основное поле у нас алгебраически замкнуто. А вот функциональное поле у нас будет вот каким. И, само собой, мы пишем именно K от Z. И эта картинка, ну, иногда можно о ней думать вот так, но лучше все-таки не так, а каким-нибудь цветом я ее зачеркну. И скажу, что в алгебраической геометрии о прямой надо думать как о прямой. Вот я прямо на голову напишу сюда символ C. Вот, и расширение, значит, вот функциональное поле прямой, поле рациональной функции напрямой, имеет вот такой очевидный функциональный смысл. А кривые, которые мы будем обычно рассматривать, ну, это некоторые накрытия. Сейчас, накрытия прямой. Сейчас это на следующей доске будет более подробно написано. Вот, но, скажем, корень из Z, как все знают, особенно со времен Риммана, это такое двулистное накрытие прямой C. То есть, риммана поверхность корня, двулистное накрытие комплексной плоскости или комплексной прямой, которая ветвится, двукратно ветвится над нулем. Но мы еще добавим корень четвертой степени, а потом корень восьмой степени, и на этом не остановимся. Итак, дозвучит... А я думал правильно накрывать все-таки компактификацию одноточечную, нет? Это вопрос компактификацию. Да, вы, конечно, правы. И соответствующие накрытия действительно ветвятся и над нулем, и над бесконечностью. Но когда мы говорим о полях, о функциональных полях, на самом деле мы можем работать над любым открытым, по Зарискому, это я тоже напомню обозначение, открытым по Зарискому подмножству кривой. И выбираем то, над которым нам работать проще. Вот самое простое – это прямо над конечной, над основной, конечной комплексной прямой. Вот. И теперь, пожалуйста, посмотрите на то, что здесь написано и не дописано глазами алгебраистов, и поймите, что любые два, ну, любые, по крайней мере, две образующие этого поля, связаны простейшим алгебраическим соотношением. Одно из них является степенью другого порядка степени двойки. Тут язык сломаешь, пока скажешь, что Z в степени 1,16, то есть Z в степени 1,25 – это Z в степени 1,16 – это четвертая степень. Ничего более умного я и не произношу. То есть это поле имеет степень трансцендентности единицу. Надо. Ну, давайте уж напишем здесь на оставшемся месте. Так, наверное, эта картинка нам скорее мешает. Чем помогает? Я ее лучше сотру. И тем же синим цветом напишу, что… Напишу тот очевидный факт, что степень трансцендентности этого поля, поля этого К над С, скобки решили ставить пока, равна единице любые два элемента. Ну, вот тут на нас смотрят определения. Любые два элемента связаны алгебраическим соотношением. Не важно, насколько оно просто. Вместе с тем, что очевидно, что оно не может быть конечно порождено. Но никакого конечного набора этих корней из Z не достанет, чтобы определить его целиком. Над каждым есть еще худшее ветвление. Вот. Поэтому, значит, это патология. Патология, на самом деле, довольно существенная. То есть некоторый более общий взгляд на предмет наших рассмотрений здесь очень правилен. И он связан с рассмотрением не просто накрытий такого рода. Сейчас мы постепенно будем переходить на геометический язык. А рассмотрение башен накрытий. Вот такое поле – это бесконечная башня конечно порожденных расширений. Но всему своя пора. А в качестве основного нашего объекта вот мы привели полную формулировку задач. Сейчас мы будем переходить на… Да, давайте сохраним эту доску. Значит, я сейчас еще не совсем понял, в каком виде их можно собрать вместе и пользоваться. Ну, скорее всего, в нашем распоряжении будет и звучащая часть курса, и вот эта запись. На этой белой доске сформулирована основная, ну, или давайте так скажем, наивная версия основной задачи нашего курса. Слово «наивность» давайте использовать в точном смысле этого. В точном смысле, а именно, прямо сейчас, наверное, некоторым слушателям не вполне очевидно, при чем тут стеки. Зачем нужны стеки? То есть, если мы можем… Я просто не знаю, что такое стеки. Стеки – это объект, который нам придется ввести, когда мы поймем, что эта задача классификации плохо решается в Кантеровском районе. То есть, только на языке теории множества. Вот она поставлена на языке теории множеств. И в некотором смысле существует ее решение на языке категории множеств. Сейчас мы его более-менее сформулируем. Но оно отчасти по причинам, похожим на философским, на философски отчасти по чистым математическим причинам не удовлетворительно. И у нас есть со времен Мамфорда есть более удовлетворительное решение, которое формулируется за пределами теории множества в терминах стеков. Я должен предупредить, что само понятие стека достаточно… Во-первых, оно не вполне фиксировано в современной математической литературе. Во-вторых, вот это то, что приходит на смену. Сейчас я, по-видимому, на следующей доске просто введу для него определение, обозначение, которое будет ждать. Так, есть ли… Значит, этот вопрос Владислава абсолютно законен. Что такое стек? Вот он так и будет висеть еще. Сколько-то лекций пока не настанет. Пора на него отвечать. Но прежде чем отвечать, мы должны будем понять, чем нам не хватает… Чего нам не хватает в Кантеровом раю. Вот, помимо этого вопроса, есть ли какие-нибудь еще? Так, тогда мы переходим на следующую доску тем способом, который я еще не совсем освоил. Вот в правом нижнем углу такая. Вы ее, кстати, видите, вот эту? Да, просто на нее нажимаете и там… Да-да-да, я оказываюсь справа, но важно-то то, что я могу вернуться обратно. Раньше я всегда… Да, вы можете вернуться обратно, но… А теперь у нас… Ну, то есть мы работаем как будто бы в обычной аудитории, но то, что в обычной аудитории стерто, оказывается там слева и нам вполне доступно. Вообще говоря, гораздо удобнее. Может быть, когда вернусь в Москву, не захочется работать на обычной доске. Так, значит, задача поставлена. Теперь ответ. Теперь ответ к ней. Давайте, пожалуй, я… Я не онензову ответ, а скажу, как выглядит результат классификации. Значит, у него, чтобы его сформулировать, нам придется ввести понятия, которые в таком словосочетании редко используются. Значит, снова будем ту же букву для функционального поля использовать. Давайте ничего к этому не писать. Просто напишем пару символов, но себе напомним. Вот это фиксировано. Есть пара букв, которые обозначают всего лишь поля. И вот это слово переменное. Я не думаю, что у него есть точный математический смысл, но психологически переменное поле, как мы скажем. И для верности на этой доске повторим. Здесь сбоку повторим данные. Сейчас К алгебраически замкнуто. И степень трансцендентности функционального поля равна в точности единицы. Вот мы со всеми обозначениями повторили задачи с прошлой доски. Нас интересует классификация конечно порожденных расширений основного поля степень трансцендентности единицы. Вот и существует у любого, значит, не очень принятое слово сочетание. Это род поля. Ну, настолько не принятое, что мне его не хочется фиксировать. Настолько не хочется, настолько не хочется, что, наверное, все-таки не будем стремиться к тому, чтобы немедленно сформулировать результат классификации, а все-таки скажем что-то, что использует слово «кривая». Значит, результат классификации на этой доске будет. Но давайте пока сначала напишем, вспомним отчасти то, что говорилось на прошлой лекции. Значит, х, вот будем использовать тоже такую стандартную переменную букву, немножко греша против синтаксических правил логики. Значит, скажем, что это будет модель. Вот слово, которое мы используем – модель поля. и у нас есть несколько вариантов. Давайте предложим три из них. Первая из них – абстрактная. Так мы скажем, что абстрактная модель – это то, что мы обсуждали на прошлой лекции. Х – это… А, кстати, а мы же функции-то не строили, по-моему, между геометрическими штуками и алгебраическими. Абсолютно не строили. Но мы же будем… Это сейчас постепенно будет объяснено, что все эти модели по существу равносильны сейчас. Значит, это у нас будет множество нормирований, да? Поля. К. Над К. Вот как только поняли, что такое нормирование, я думаю, что лучше всего его… Припомню то, что мы обсуждали, правда, без деталей на прошлой лекции. Значит, сказать, что абстрактная модель – это просто множество всех метрик. Значит, поля метризуются разными способами. Просто мы упоминали при этом аритметическую сторону дела и неархимедовое нормирование поля рациональных чисел. Но в геометрической ситуации все гораздо проще. То есть, когда мы рассматриваем нормирование именно над произвольным полем. И там тоже просто я хочу сказать, что понятие нормирования требует некоторых усилий для включения интуиции. А если мы скажем, что это просто множество метризаций функционального поля от каждого. То есть, точка кривой – это, чуть-чуть округляет ситуацию, точка кривой – это метрика на функциональном поле. Ну, даже интуитивно давайте скажем, а еще лучше считать, что точка кривой – это норма на функциональном поле. И норма – это когда мы умеем говорить много или мало. Значит, норма функции в точке велика, когда у функции ноль большого порядка. Норма отрицательна, когда у функции в точке полюс. Но между этим надо сказать, что если функция вообще совсем ноль, то у нее ее норма бесконечно велика. Вот. Значит, вот это такая оторванная от геометрии характеристика. Дальше. Значит, самое классическое – это плоская… Тут, может быть, не очень хорошо, то, что абстрактная она единственная, но давайте я здесь напишу просто словами множественное число. Плоские афинные модели и объясню, откуда они берутся. Финные. Слово модели опускаем. Значит, как мы знаем… Давайте я сейчас не буду гнаться за точностью, поэтому скажу слово «почти», которое имеет на самом деле более-менее точный смысл, довольно скучно ему придавать совсем точный смысл. Поэтому, скажем, возьмем почти любые два элемента функционального поля. Вот здесь внимание, эти обозначения не случайны, потому что они самые традиционные на свете в алгебраической геометрии. Значит, поскольку у нас степень трансцендентности 1, они связаны алгебраическим соотношением. И вот тут мы рисуем картинку, как будто бы наше основное поле – это поле вещественных чисел. Ну и скажем, что существует F. Черт бы его побрал. Не знаю, как написать F. Давайте не мучить себя. Мы знаем, где живет F. F такое, что F от X, Y равно 0. И сейчас не будем себя утомлять вопросом о том, в каком смысле это 0. В одном из двух либо это нулевое число. Да, прошу прощения, это нулевое число. Давайте напишем 0, Катри. Ну, значит, действительно, людям с некоторым знакомством с математикой не надо объяснять, что значит, что кривая задана полиномиальным уравнением. Это самое древнее определение. И вот такая, значит, возникает кривая. Давайте я изображу два стандартных затруднения. Во-первых, у кривой могут быть особенности. Вот я ее нарисовал. И, во-вторых, тоже попытаюсь нарисовать то, что не так просто нарисовать. Значит, она не может. В классической топологии нам с вами доступна классическая топология только в случае основного поликомплексных чисел. И вот по теореме Эллиувиля такая кривая, вот надо представить себе под множество произведения двух комплексных прямых. в нем живет такая штука, вот вещественно-двумерная поверхность, на самом деле комплексная кривая. Все теоремы Эллиувиля, она не может быть компактной. То есть, как у плоской кривой, у него, во-первых, с некоторой вероятностью есть особенности. Иногда поле с необходимостью требует особенностей. И обязательно есть проколы. Вот это два основных свойства, которые требуют третьего вида моделей. Значит, как мы их назовем? А я чуть-чуть запутался. У нас же вроде бы наше поле должно быть как бы полем функции на некоторой кривой, а оно, получается, описывает множество кривых. Так, так, так. Наверное, запутались. Еще разочек, пожалуйста. Буквально то же, что вы сказали, еще разочек помедленнее, пожалуйста. Но вроде по задумке же соответствие должно быть такое. Алгебраическая кривая, ей соответствует поле функции на ней. А у нас, получается, полю соответствует сразу куча кривых. Так, скорее всего, я неаккуратно пользовался единственным и множественным числом. Давайте, когда у нас такое поле уже есть, мы скажем, что функциональное поле в этом случае определяется очень просто. Мы берем кольцо многочленов. Смело пишем от двух переменных. В нем есть идеал, порожденный многочленом F. И тут мы скажем, что многочленов таких много, но есть один главный, который называется минимальным, и у него есть всякие обозначения, но мы в себе усложнять жизнь не будем. И скажем, что в какой-то, в некотором очевидном смысле, минимальный многочлен, который связывает два элемента потенционального поля, он еще и не приводит. Чего, конечно, можно умножить на любой другой, но тогда кривой добавится неизвестно что. А вот неприводимый есть единственный. Коли этот многочлен F, который задает нашу паралитическую кривую, неприводим, то фактор по нему не имеет делителей нуля. Это я двумя способами сказал совершенно одно и то же. А раз он не имеет делителей нуля, то у него есть FF, такое не самое, может быть, распространенное обозначение, но мы его зафиксируем от слова Fraction Field, поле частных. И вот таким образом, значит, ну уж скажем точнее, у каждого, у каждой неприводимой плоской кривой есть свое поле частных, которое относится к нашему классу. И заодно уж мы не можем не сформулировать тот факт, что наоборот, у каждого поля нашего класса, рассматриваемого класса, есть плоские афинные модели. И я хочу это сейчас пояснить неформально, потому что формально это довольно скучно, поясняйте, есть в учебниках. Значит, если мы возьмем наугад взятые, не формализуются, это самые почти любые. Если мы наугад возьмем два элемента поля, но наугад, значит, уж по крайней мере они не будут константами, Если наугад возьмем два элемента поля, то они окажутся связанными полиномиальным соотношением, и тем самым двум наугад взятым элементам соответствует плоская кривая. Владислав, прошло ли ваше ощущение, что я вас запутал? Если любым элементам соответствует одна и та же, тогда это означает, что мы… Любым элементам х малый икрах малая? Ну да, то есть я думал, что мы восстанавливаем кривую по полю функций, а получается вроде как мы восстанавливаем сразу много кривых. Если она для любых элементов одинаковая получается, то… Да, Владислав, это совершенно правильное замечание. Дело в том, что вот эти почти любые элементы, давай, ну, я могу чуть-чуть точнее выразиться, мы должны взять такие, что они порождают все поле. Можно неаккуратно взять почти любые, ну, например, ну, совсем в глупом пределе х и х, мы можем взять одинаковые элементы. То есть формально не запрещено, что их равно х. Ну, также еще у может равняться х квадрат. Это все неинтересно. Вот. Но… Да, в общем… Значит, кривая… Вот я думаю, что я сейчас скажу… Я приведу аналог, который для вас мгновенно все прояснит. Значит, бывает просто векторное пространство. Бывает векторное пространство с базисом. То есть мы наугад выбираем два… Некоторое количество… Некоторое множество векторов, оно вполне может быть бесконечно мерно, бесконечно, которое порождает векторное пространство. Это другая структура, это структура более тонкая, чем абстрактное векторное пространство. Тут ситуация ровно такая же. Ну, я пропустил просто, не очень знаю почему, предположение о том, что х и у порождают поле К. То есть, вот эта пара х и у – это функциональное поле вместе с выбранной парой образующих. На самом деле, вот что ответит на мой вопрос. Если для любых х и у, ну, точнее, почти любых х и у получаются кривые, которые изоморфны в категории кривых, которые мы, правда, не определяли, тогда у меня вопросов нет. Совершенно точно. Значит, единственное лингвистическое уточнение к тому, что вы сказали, заключается в том, что мы, наверное, категорию кривых и не будем вводить, она не очень нам поможет. А вместо этого мы будем использовать слова «бирациональный изоморфизм». Вот то, что вы сказали, можно повторить, сказав, что любому функциональному полю соответствует класс бирационального изоморфизма плоских алгебраических кривых. Вот это чистая правда и, наверное, ваше затруднение преодолевает. Вот теперь все понятно, да, Стас Лидович. Вот, но, значит, эти модели для нас противные. Поэтому мы ведем третий класс, которые будут гладкие. Ну, давайте я все-таки скажу полные. Да, скажу гладкие полные. Ну, а в скобках напишу то, что для случая кривых является синонимом, а для многообразия – произвольная размерность. Значит, смотрите, тут какая ситуация. Мы наложили очень сильное ограничение на степень трансцендентности. Мы занимаемся, или иначе говоря, мы занимаемся алгебраической геометрией в размерности 1. Могли бы заниматься в размерности 2, тогда это были бы не кривые поверхности. Могли бы в размерности 3, тут подходящего слова в русском языке нет, в английском solid, будто бы это такие твердые тела. С каждым увеличением размерности теория становится все труднее и труднее. Значит, в высших размерностях полные и проективные – это слова разные. А в размерности 1 они синонимы. Гладкие, проективные модели. Значит, тут не так очевидно, как… …о том, что существуют плоские афинные модели у любого функционального поля. Но это правда, и давайте уточним, может быть, действительно тоже будем использовать в этой, на этой доске специальный цвет для классического случая, когда К равно С. Тогда у нас на кривой возникает классическая топология. И почему мне больше нравятся слова «полные», чем «проективные» – это потому, что проективная кривая – это кривая, уже вложенная в проективное пространство. И там являюсь гладкой кривой в смысле обычного комплексного анализа. У нее в каждой точке есть касательная, в отличие от вот такой особой точки, которую я нарисовал здесь. Вот, значит, то есть у нее нет… Мы справились с особыми точками и заклеили все проколы. Вот, и тогда топологически мы получили гладкую, компактную, в классической топологии, это надо каждый раз подчеркивать, ориентированную. Почему я подчеркиваю, что не просто ориентируемую, а ориентированную поверхность, потому что ориентация этой поверхности некоторым образом определяется ориентацией объемлющего проективного пространства. Все это мы обсудим подробнее через некоторое время. Вот, значит, я просто хочу настроить восприятие слушателей на некоторое алгеброгеометическое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Значит, и, например, особенности плоских кривых – это предмет отдельной математической теории, не очень сложной. В высших размерностях это очень сложная теория, которой мы просто не занимаемся, когда мы видим особенность, встречаем особенности, которые, еще раз повторюсь, для некоторых функциональных полей просто неизбежны. У них не существует, у некоторых полей не существует гладких плоских моделей. Вот, но мы не осмотрим, мы разрешаем особенности и в результате помещаем кривую в проективное пространство большей размерности. Вот, и работаем мы именно с ними, а лучше сказать слово «полное», потому что гораздо лучше рассматривать это как отдельный компактный объект. И вот тут давайте я воспользуюсь комплексным анализом и сообщу вам, что над полем комплексных чисел теория алгебраических кривых абсолютно соответствует теории римных поверхностей, и точнее просто синонимы, с точностью до той неприятной детали, что в языковом отношении у одного объекта размерность один комплексный, а у другого размерность два, потому что вещественная. Но если у нас есть абстрактная римная поверхность, будем сейчас исходить из того, что все знают, что это такое, то мы функциональное поле… Вот это у нас снова х, значит, мы свободно пользуемся двумя буквами. Х только обязательно пишем жирное по причинам, которые постепенно станут ясным. Значит, К можно определить как поле мераморфных функций на х. Вот тут есть ряд классических теорем, которые говорят нам о том, что над полем. Ну, называется теорема чиселания Риммана. Над полем комплексных чисел две теории абсолютно равносильны. Только вот в комплексно-аналитической теории у нас функциональное поле – это поле мераморфных функций, и нам доступно большое количество трансцендентных средств, о которых еще наговоримся. То есть можно использовать топологию этой поверхности, можно интегрировать дифференциальные формы и так далее. А над произвольным полем, от которого мы совершенно не откажемся, это несколько более сложное абстрактное понятие, но давайте черным цветом я все-таки напишу, что если она кривая, проективная и гладкая, то она живет в некотором проективном пространстве над полем К. Ну, и дальше уже есть несколько способов сказать, что значит, что она замкнутая, что значит, что она одномерная, что значит, что она замкнутая, и что значит, что она не особая. Так, теперь все это было необходимо сказать для одного единственного слова. Секунду, на всякий случай, вы несколько раз произносили слово «особенность», но у нас не было определения, и оно будет потом, да? Так, это правильный вопрос, совершенно правильный вопрос. Значит, давайте в нем разбираться. Нет, не потом, давайте прямо сейчас. Сейчас вот у нас изображена кривая, задана кривая уравнением f равно 0. А дальше, когда я сказал, что особенность определяется как в анализе, ну, в анализе она определяется с помощью того, что вот тут всюду есть касательные прямые, а здесь нет. Но дело в том, что мы с анализа можем списать определение, которое носит вполне алгебраический характер. Точку можно назвать особой, если в ней обе частные, точку плоской кривой можно назвать особой, если в ней обе частные производные уравнения обращаются в ноль. То есть, на самом деле, три полинома обращаются в ней в ноль, само f, частная производная по одной, переменная по другой. Вот. Ну, здесь я опускаю некоторую стандартную математику, очень интуитивную, и действительно постараюсь это все отразить в каких-то простых упражнениях, о том, что вот это условие… Давайте… Спасибо, Владислав, опять воздавите абсолютно правильные вопросы. Дело в том, что давайте я проведу человеческое определение, особой точки состоит в том, что в ней нельзя провести касательную. Вот теперь давайте рассмотрим гладкую точку или не особую точку и вспомним уравнение касательной. «ДФОДХВ». Опять заметим, что частная производная, классическое обозначение частной производной очень плохо. «Х минус Х ноль». То есть это все можно… Сейчас опять же я считаю, что результат неудачный, что я недооцениваю количество значков, нужное для того, чтобы правильно написать уравнение касательное. Вот так должно хватить. Значит, «ДФОДХВ». Вот чего я не умею делать на «ТХе». Это уравнение писать наклонно. «Х равно Х ноль». Значит, частная производная в этой точке, умноженная на «Х минус Х ноль» плюс такое же выражение «ДФОДХВ». У, В, У, равная У0. Ну, я все думаю, значит, здесь, конечно, имеется в виду, что, ну, другая координата, то, какая надо. Да, в общем, ну что я, особенно, какие-то слова говорю, его, значит, как там наш курс считается, для третьего, что ли, курса, ну, умеет. Студенты младшекурсника учат писать уравнения, касательные к плоской кривой. Так вот, это уравнение существует, имеет смысл и является касательным в любом разумном смысле, за исключением случаев, когда оба координата обращаются в ноль. Это и есть случай, соответственно. Так что вот, с точки зрения такой наивной математики, давайте ничего не откладывать. Вот, так, Владислав, вот это принимается, да, то есть слова особая точка, не особая точка, мы можем употреблять. Ну да, понятно, в принципе, в двух словах, в двух словах, в связи с анализом хватило бы. Ой, простите, я одновременно начал говорить, я не услышал то, что вы говорите. Да, я просто сказал, что когда вы сказали в двух словах, то, что списываем из анализ, то же самое, и все, уже и так было понятно. Да, конечно, то, что написано абсолютно понятно. Я просто хочу, здесь важно некто обстоятельство, которое над полем положительной характеристики не всегда тривиально. Что, вообще говоря, операция частных производных, чисто алгебраическая. Это тоже, конечно, очевидно. Единственное, что не очевидно, давайте каким-то невиданным цветом напишу, что значит, скажем, над... Он как-то выглядит как красный. Вот какой-нибудь невиданный цвет возьмем. И скажем, что над полем F, P, а для верности поставим черту. Но не так очевидно устроено, как просто поле вычетов. Вот, но D по DX функции X в П этой тождественно равна 0. Поэтому наивное определение, которое я написал, которое списано с анализа, если совсем называть вещи своими именами, то оно верно только в характеристике 0. А в положительной характеристике, в характеристике P, значит, можно написать уравнение кривых, у которых, согласно этому определению, все... Да, значит, давайте его напишем. Вот это пение. Значит, мы можем просмотреть уравнение просто кривой фирма. X по этой плюс Y. По этой равно единице. В частности, окружность над полем характеристики 2. Вот согласно наивному определению, которое мы только что написали, там каждая точка особая. Но мы отмахиваем. Значит, это считается патологией, типичной для положительной характеристики. Мы от нее отмахиваемся. Вот, но теперь все-таки, поскольку мы в прошлый раз, кажется, все, что нужно, ввели, хотя, может быть, и не совсем. Значит, есть еще два определения гладкой точки. Одно абстрактное, алгебраическое и связано с тем, что локальное кольцо нормирования... Я сейчас бегло произнесу то, что на самом деле нужно подробно обсуждать. То есть, локальное кольцо, которое присуще любому нормированию, так сказать, регулярно. То есть, порождается одним элементом в нашем случае. Или, иначе говоря, максимальный идеал функции. Максимальный идеал – это идеал, связанный с данной нормированием, то есть с данной точкой. Это идеал, состоящий из функций, у которых значение нормирования не отрицательное, что этот идеал является главным. Я хорошо понимаю, что то, что я сейчас произносил, в отличие от этого наглядного определения, является теоремой существа, является констатацией существования абстрактного определения, которое не боится положительной характеристики. Но с точностью до этого, значит, мы предварительно это понятие гладкости прояснили. Вот, теперь ради чего это все заводилось? Здесь, значит, результат классификации вот какой. Значит, я сейчас, не вдаваясь в детали, скажу, что вот что, что определено понятием. Давайте так же уж, раз мы нарушаем все правила обозначений, то мы заморозим еще одну букву. Ж, род, икса. Значит, я не хотел идти по наезженному пути. Сначала все над комплексными числами, а потом над всеми остальными. Но, как видите, придется. И структура здесь такая же, как... Логическая структура такая же, как с понятием особенностей. Над полем комплексных чисел – это абсолютно ясное понятие. Вот я пишу, что здесь над полем комплексных чисел имеется топологическая классификация компактных ориентированных поверхностей. Все они гомеоморфны, связаны с умом торов или представляют собой сферы с некоторым количеством ручек. Вот это количество ручек и называется родом. Или, иначе говоря, ж ручек, ж – это половинка первого числа бетти. То есть, например, размерность, вещественная размерность, половина первых, скажем, гомологии, х, например, с вещественными коэффициентами. Естественно, может быть, писать с целыми коэффициентами, но тогда будет неразмерность, и неизвестно, что там, ранг абстрактной алгебраической группы. Ну, это просто взрослое определение, профессиональное определение количества ручек. Кстати, в XIX веке с ним обходились проще. Теория гомологии еще не была построена, и родом поверхности называлось количество разрезов. Например, тора достаточно разрезать в одной, вырезать из него одну окружность, сделать один разрез, чтобы его можно было вложить в плоскость. Вот если тор разрезать по одному циклу, то останется цилиндр, его можно растянуть на плоскость. Но если там кривая рода 2, то можно сделать два разреза, и будет такая двусвязная поверхность. Вот. И, значит, давайте все-таки тогда считать, что мы накопили долгов к общей теории. То есть, у нас есть сейчас два понятия, и, пожалуй, я, наверное, скажу, что больше их и не будет. Понятие гладкости, гладкой точки, гладкой и особой точки, и понятие рода кривой. И перед нами стоит не вполне очевидная задача, которую разные авторы решают по-разному – определить род кривой над произвольным полем. Например, над алгебраическим замыканием конечного поля. Кстати, вот некоторое время назад был вопрос о том, что за штука стек. Значит, один из ответов на вопрос, что такое род, заключается в том, что это тоже половина первого числа бете кривой. Но тогда нам надо построить теорию когмологии, гомологии, а лучше по некоторым причинам, лучше когмологии, я немножко сомневался, куда поставить единицу, над абстрактным полем. Вот это заказ был сформулирован в середине XX века, выполнен в 60-е годы XX века. И была построена так называемая этальная теория когмологии, которая тоже не умещается в Кантеровом броню. Ну вот теперь, взяв кредит в виде понятия рода, мы уже можем сформулировать этот результат, для которого я оставил здесь место. Значит, давайте чувствовать себя свободно, используя нашу договоренность. То есть, это у нас, значит, как красивые, как аллиграфические, у нас бегают по полной подкатегории полей над нашим основным расширением, нашего основного поля. Полная подкатегория, мы знаем, чем ограниченная. Вот, и теперь я, прошу прощения, забыл, слушатель, подсказите мне, пожалуйста, мы обсуждали, или я только хотел обсудить, это самое понятие ем. Давайте в нашем курсе говорить небольшая категория. Были такие слова? Лиз, еще раз скажите, с вашей точки зрения нет, да? Вроде бы не было. Это сильно отвержение, поскольку вы в предыдущий курс, и там эти слова тоже могли звучать. Значит, не буду ничего писать, но напомню слушателям то, что они, скорее всего, знают, что категория малая, если просто там не из-за чего копья ломать, то есть просто ее объекты образуют множество. Вот, будь категория множеств малой, вообще теория категории была бы не нужна. Значит, если можно было рассмотреть то, что наивно рассматривали в математике конца XIX века множество всех множеств, или такой универсум, вот, то никакая категория была бы не нужна. Но это понятие внутренне противоречиво в смысле теоремы Кантера, которая говорит о том, что множество всех множеств, если бы оно было множеством, то оно было бы строго мощнее самого себя. То есть, именно это понятие привело к так называемому кризису тематики, или кризису основанием тематики конца XIX века, который, на мой личный взгляд, я тут я совсем выражаю совсем свою личную точку зрения, несколько надумал. Да, вот, простое рассуждение показывает, что множество всех множеств – это внутренне противоречивое понятие. Ну, так и давайте его не рассматривать. Значит, не рассматривать множество всех множеств. Вот, вместо, если хочется поговорить о всех множествах, то действительно приходится вводить категорию, и эта категория большая. Так и говорят. Значит, есть полная противоположность малой категории. Категория большая. Вот. А между малыми категориями, которые у нас будут вскоре фигурировать наверняка, между малыми категориями и большими категориями есть промежуточное понятие, для которого удивительным образом в современной математике нет термина. Ну, вот я предлагаю первый раз в этом курсе пользоваться русским словом «небольшие категории», значит, это все-таки немалые. Теперь, что это такое? Это категория, значит, ясно, что это небольшое, это не то же, что маленькое, да? Это чуть-чуть послабее требования. То есть мы не говорим, что объекты небольшой категории образуют множество. Но нам часто хочется рассмотреть объекты с точностью до изоморфизма. Самый убедительный пример – это небольшой категории, это категории конечных множеств. Вот не надо думать, что все конечные множества образуют множество. Никакого… Ну, дело в том, что там нет понятия равенства. Можно сказать, что конечные множства равномочны, но нельзя сказать, что они равны. Вот. А множество классов изоморфизма в конечных множеств, как вы прекрасно знаете, не знаю, из какого класса. Это просто множество натуральных чисел. Вот это такая эталонная, небольшая категория. Я жаловался никому, а Пьеру де Линю на отсутствие термина. И давайте я все-таки… А, прошу прощения. Значит, давайте напомним себе. Может, это все-таки… А векторные пространства подойдут под небольшое? Вот это к вам, как к специалисту, по функциональной анализу, скорее вопрос. Давайте скажем, что конечномерные пространства… Значит, конечномерные, конечно, подойдут. Конечно, конечномерные пространства образуют небольшую категорию. Более того, с точки зрения изоморфизма, она просто эквивалентна категории натуральных чисел. Но в том же функциональном анализе, что вы знаете гораздо лучше меня, рассматривается векторные пространства произвольной размерности. И, само собой, они небольшую категорию не образуют. Например, потому что их мощность, как угодно, велики. Или даже я еще лучше могу сказать. Эта категория содержит векторные пространства. Вот прям то, что близко к нашему курсу. Категория всех векторных пространств над, например, полиобещественных чисел содержит вот категорию функций, а если угодно, непрерывных функций на топологическом пространстве, на всех на свете множествах или топологических пространствах. И, в частности… А вообще небольшая категория, она получается нигде не определена. То есть нет литературы, в которой она с тобой бы определялась. Правильно понимаю. Значит, я могу… И да, и нет. Значит… То есть понятно, что малая категория определяется… Малая категория в чудо определяется, в любой книжке. Ну да. Значит, я давайте сослюсь. Небольшую – это что? Это очень важная для меня краткую беседу с Пьером Делинем. Когда он, кстати, чуть-чуть подумал, то есть у него тоже не было готового ответа. И он сказал… Беседа велась по-английски, естественно. Я плохо говорю по-французски. Он предложил «essentially small». Вот. На русский это как-то хорошо не переводится. В существенном… В существенном малое. Вот. Но поэтому давайте я напишу слово. Вадим, я просто специально для нашего курса. По-моему, я им никогда не пользовался. В мыслях своих пользовался. В лекциях, по-моему, нет. Давайте попробуем. Небольшая. Шая. Значит, понятие очень простое, естественное и важное, которое заключается в том, что классы изоморфных объектов образуют множество. Вот лучше все не забывать про категорию конечных множеств, и тогда логика становится железной. Вот. Значит, пишем это как будто бы фактор множества. Хотя это совершенно не фактор множества. Это особая математическая операция. То есть мы взяли все объекты категории, чего делать нельзя. Для произвольной категории это бессмысленное, бессмыслица. А для небольшой категории как раз осмысленный предмет. И наш результат классификации именно к нему и относится. Вот. Я, правда, Делиню задал второй вопрос. А если уж есть... Вот если у нас есть существенно малая категория, и есть такое множество классов изоморфности, можно его называть пространством модулей. И если в ответ на первый вопрос Делинь задумался, то тут он ни на секунду не задумался и очень решительно сказал нет. Я не могу сказать, что понял. Я его спросил, почему. Вот тут он немножко задумался, как объяснить. Даже я ему подсказал, что в том ли дело, что слово модули очень перегружено в математике. Да-да-да, с готовностью сказал он. Ну, действительно, есть модули вот в нашем смысле, которые входят в название курса. Есть модули над кольцом вместо векторных пространств. В механике есть какие-то там модули Юнга или что-то в этом роде. Вот. Так что как это множество называть вопрос открытый? Вот. И я тоже еще нигде его не писал, но предлагаю, не знаю слово с какого языка, наверное, если... делать ударение. Так как, по-моему, лучше его делать в каталог, чем каталог. Это существует французское слово. Но каталог, категория, во всяком случае, слово заведомо не занято, поэтому давайте его... Так сейчас, если я правильно понял, речь идет о том, что в литературе называется скелетом категории. Что в литературе... А, я не это сказал, прошу прощения. Значит, в литературе есть термин скелет категории, который вроде бы... То есть, на первый взгляд кажется совпадающим с нашим понятием, но, по-моему, совершенно нет. Скелетом категории называется множество объектов категории, которое содержит представителей всех изоморфных, всех классов изоморфных объектов. Значит, это понятие совершенно противоестественное. На мой взгляд, совершенно противоестественное. Давайте зададимся простым вопросом. У категории конечных множеств есть скелет? Ну, наверное, есть. То есть, наверное, мы можем откуда-то взять множество, состоящее из нуля элементов, из одного элемента, из двух элементов и так далее. Значит, некоторые скажут, что тут есть естественные представители, как там симплициальные топологии, там отрезки, множество натуральных чисел. Кому-нибудь может понравиться что-нибудь другое. Ну, например, мне... Из некоторых соображений, которые, может быть, будут нос фигурировать, мне может показаться более естественным взять циклические группы, взять множество циклических групп и забыть структуру. Или, например, множество графов, связанных графов, у которых валентности всех вершин два. С любой точки зрения... То есть у каждого из этих предложений есть там свои плюсы. Нет способа выбрать канонические из них. То есть, значит, если логически, с точностью до всяких тонкостей, сексиомы выбора, которые просто в понятии скелета игнорируются, эти определения можно считать эквивалентными. Но, на мой взгляд, даже рассмотрение категории конечных множеств показывает, что это совершенно особое понятие. Ну, и даже с точки зрения того, что мы... В стиле того, что мы сегодня обсуждали, категория со скелетом является полным аналогом векторового пространства вместе с базисом. То есть вот эта ситуация, когда навязывается совершенно произвольно неканонический выбор. Может быть, там, автором учебников линейной алгебры для инженеров удобнее считать, что векторное пространство, конечное векторное пространство, это наборы чисел. Но мы с вами хорошо знаем, что это неправильно, что это объект с определенными категорными операциями. Вот. Но, значит, иначе говоря, вот с этими оговорками общекатегорного характера, вот как выглядит наша постановка задачи и ответ в ней. Значит, я должен сказать, что, конечно, такой вопрос можно поставить в любой размерности, и в размерности 2 он имеет довольно внятный, но неполный ответ. Однако в размерности 1 имеется совершенно полный ответ. это несвязанное множество. Вот пока скажем, что это множество. Значит, это и эти множества, и суть пространства модулей. Сейчас мы, наверное, еще раз это напишем, по крайней мере, возьмем в рамочек, поскольку это главное действующее лицо теории. Пространство 2. Множественное число по очевидным причинам модулей кривых кривых рода рода Ж. Вот. Ну, значит, поскольку через 8 минут нас Владислав покинет, и мы основную часть лекции давайте на этом завершим, то перечислим основные вопросы. Значит, что нам осталось? Я не включаю в эти вопросы определения, абстрактные алгебро-геометрические определения объектов, которые имеют очевидный смысл в классической математике. Это такое отдельное направление деятельности. Первое, хочу сказать, второе, напомнить, что в нашей программе курса, на которую я сегодня не смотрел, существует отдельная теория пространства модулей над комплексными числами. На самом деле теория пошла от Риммана, который только над полем комплексных чисел пространства модулей и рассматривал. И в этой ситуации теория очень содержательна и обгоняла абстрактную теорию. А какие же есть вопросы? Первый вопрос это все-таки я хотел сказать, что это определение нет. Нет, пространство модулей уже определено. Значит, первый вопрос это структуры. Давайте я его задам в чисто бурбакистском смысле слова. Структуры и напишу несколько на пространство модулей. И тут я не забыл написать букву. Потому что дальше все зависит от нашего владения логиправедческой геометрией. я лично люблю рассматривать. Значит, ответ заключается в том, что это всегда алгебраические многообразия, более точно квазипроективные многообразия. Тут мы будем разбираться в том, что это такое. Но мы вполне подготовлены к теории биррациональной теории многомерных многообразий, потому что просто нам надо будет. Чтобы к ней перейти, надо степень трансцендентности один заменить на произвольную степень трансцендентности. Вот. Так что одна из задач это описать, определить это множество как эти множества при каждом же как алгебраические многообразия. Я, может быть, в неправильном порядке стал это писать. Да, стал писать в неправильном порядке, потому что более правильно, а нет, не знаю, описание при малых ж. Значит, для малых родов это задача описания кривых данного рода. это такая красивая, довольно простая математика. Во всяком случае, математика, которая была голыми руками, создана итальянцами на рубеже 19-го и 20-го веков. Правда, с ростом размерности, с ростом рода же эти описания все усложняются, усложняются и усложняются. Когда род доходит до 25-ти, то можно уже сказать, что эти алгебраические многообразия так сложны, что сложнее не бывает. А в малых интуициях вполне можно разобрать при малых родах. Вот. Значит, я чувствую, что чего-то главного не сказал. Ну, давайте скажу, тем не менее. Значит, взаимоотношения взаимоотношения при ну, давайте так напишем, скажем, G1 больше G2. Суть дела заключается в том, что можно объяснить на этой картинке. В смысле самых естественных на свете теории клевые могут вырождаться, скажем, цикл может исчезать, и таким образом, когда мы определим структуры на пространстве модулей, мы поймем, что на границах, хотя бы интуитивно понимаемых границах пространств модулей кривых данного рода лежат пространства модулей кривых меньших родов. Ну, все это можно осознать, конечно, только тщательно проанализировав случаи малых родов. Но, значит, есть замечательная работа Мамфорта, которая показывает, что уже для рода один в Кантеровском раю становится немножко тесно. Это мы подходящий момент обсудим. Так, я это, тем не менее, я поставлю здесь многоточие, потому что есть и другие вопросы. Так, и у нас две минуты с точки зрения Владислава. Есть ли Владислав какие-нибудь вопросы, высказывания или пожелания? Скорее, нет. Прошу прощения, Владислав и Лиза. Так, я... Кроме, наверное, того, образует небольшая категория, категория небольших, то есть образуется категория небольших категорий. Это вопрос очень естественный, значит, давайте для разгона ответим на вопрос про малые категории. Про малые там понятно, что категория малых категорий там содержится симпатичный именем КЭТ, да, есть такая категория малых категорий, очень важная для осознания. Вот, категория небольших, значит, вопрос меня прям, надо сказать, застал врасплох, поэтому давайте я отвечу так, мне кажется, что нет. Сейчас вот, когда меня застегнут расплох, мне кажется, что нет, но я, конечно, подумаю. просто вот, например, в категории малых категорий там, ну, она же не будет объектом самой себя. Здесь можно буквально то же самое, только чуть-чуть помедленнее, погромче. Я говорю, там понятно, что она не будет объектом самой себя, ну, то есть, она не будет малой категории, потому что там будет полная категория, которая, категория, полная, потому что она будет содержит, потому что она будет в качестве полной подкатегории категория умножить. Насчет категории малых категорий. Естественный вопрос будет ли категория небольшой категории? Ну да. Действительно, прекрасный вопрос. Мне надо будет подумать, почему мне сразу говорят, что нет. Вот такого убедительного ответа. Ну, точнее, знаете, давайте я признаюсь, что у меня точно не хватает воображения представить себе, что такое каталог небольших категорий. Значит, если бы они образовывали… Я правильно расслышал вопрос, образуют ли они небольшую категорию, да? Ну да, образуют… Его можно переформулировать павтологически. Существует ли каталог небольших категорий? Ну да, или так. Так, отличный вопрос. Значит, вот постараюсь разобраться, почему мне интуиция говорит, что нет. Ну, или интуиция скорее говорит о том, что сейчас мы в этот каталог можем написать те небольшие категории, которые мы знаем сейчас, но никак не можем это сделать со всеми категориями, небольшими категориями из будущей математики. Ну, это немножко пафосный ответ. Я думаю, что… Надеюсь, что смогу дать конкретный… Еще раз спасибо, Лиза. Так, судя по всему, нас Владислав покинул, да? Тогда я это закрываю. И сейчас… Знаете, сейчас только я сначала стоп-шер, потом… Да, Лиза, и давайте послушаем вот как… Сейчас закроемся просто, чтобы нас не записывал независимый университет, и я вас просто немедленно приглашу в частный зум. Хорошо? То есть, пожалуйста, не уходите через… Да, нет, нет! Спасибо.